Благоустройство страны. Октябрь. Города и села России. Благоустройство страны. Октябрь. Сквер и пешеходная зона открылись в Подмосковной Ивантиевке. В центральной части Подмосковной Ивантиевки завершили благоустройство двух смежных территорий сквера в центральном проезде и пешеходной зону вдоль улицы Дзержинского, городского сада вблизи КДЦ. Общая площадь благоустройства составляет около 7 гектаров. Целью благоустройства является организация активной городской среды привлекательной как для жителей, так и для гостей города, создание единого узнаваемого образа. В сквере в центральном проезде создана новая дорожно-тропиночная сеть, мощь и не в едином стиле, которая отсылает к историческому местному промыслу тонко суконному производству. «Высажены деревья», говорится в сообщении. Пространство сквера дополнили площадками для спокойного отдыха. Кроме того, на территории установлено современное уличное освещение, новые детские игровые площадки, пришедшие взамен устаревшему игровому оборудованию, теневые навесы, канатный городок. В сквере установились телы, посвященные художникам-мультипликаторам Ивантеевке и Льве, Носыреву и В.А. Никитину. Еще одной отсылкой к исторической составляющей города стал арт-объект Мельница, напоминающий о том, что Ивантеевка является родиной бумаги на Руси. Городской сад расположен вблизи культурно-досугового центра. Здесь появился амфитеатр с открытой ареной, которая предназначена для музыкальных и иных выступлений. Помимо амфитеатра, на благоустраиваемой территории установлены нескольких детских и спортивных площадок. В целом в городском саду стало заметно зеленее, сформирован небольшой рельеф, добавляется в сообщении. На площади вблизи культурно-досугового центра Первомайски появились два подиума сцены для проведения городских мероприятий. Там также обустроили парковочные места. В Иркутске завершили благоустройство улицы Урицкого и первый этап ремонта на Колтугской. В Иркутске завершилась реконструкция улицы Урицкого и первый этап ремонта на Колтугской. К работам по благоустройству пешеходные улицы закончили в срок к 1 октября. Здесь много лет не проводился ремонт и не обновлялись фасады зданий. Полностью перекрывать улицу не стали горожане могли наблюдать за ходом работ в любое время. На Урицкого полностью заменили инженерные сети и выполнили монтаж ливневой канализации. Ее общая протяженность составила 460 метров. До ремонта основное полотно было покрыто асфальтом, сейчас здесь гранитная плитка. Специалисты уверяют, что при правильной укладке гранита и эксплуатации срок его эксплуатации не ограничен. По всей длине улицы обустроили круглые клумбы для деревьев и скамейки. Благоустроили и площадь напротив дома быта. Здесь теперь также есть зона отдыха. На Урицкого теперь будут гореть 50 фонарей с системой энергосбережения. Специальные датчики позволят экономить до 30% электроэнергии в ночное время. Во время первого этапа ремонта Колтугской заменили инженерные коммуникации и обновили дорожное полотно. В следующем году здесь сделают ливневую канализацию, тротуары, ограждения и съезды к домам. 17 октября в Орле открылся сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии. Новую жизнь сквер получил в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне благодаря муниципальной программе формирования современной городской среды. На его территории появились детская и спортивная площадки, установлены лавки и урны, плиткой вымощены тротуары и пешеходные дорожки. Появилось освещение, которое в вечернее время превращается в завораживающую иллюминацию. Работы по благоустройству выполнила ООО «Триумф». На ремонт потрачено более 40 миллионов рублей. В Ухте-Республики Коми 19 октября открылась вторая очередь набережной газовиков. Всего за год пустырь на берегу реки Чебью преобразился в современное общественное пространство протяженностью почти полтора километра. Теперь здесь есть места для пешеходных и велопрогулок, занятий спортом и активными играми для взрослых и детей. Благоустроенная набережная оснащена площадками для мини-футбола, бадминтона, настольного тенниса, воркаута, детскими площадками с песочницами, веревочными горками, качелями, каруселями. По всей набережной установлены скамейки. Для уединенного спокойного отдыха предусмотрены смотровые площадки. Уличные праздники и концерты можно проводить в амфитеатре. Также для удобства жителей берега соединены несколькими пешеходными мостами. На территории высажены около 15 тысяч деревьев и кустарников, пихта, сосна, липа, сирень, можжевельник, акация и другие. Со временем набережная превратится в парковую зону. В декорировании набережной использована стилистика местного колорита. На архитектурных элементах изображены образы людей, животных и растений в виде исконного коми-орнамента. Брусчатка вдоль пешеходного променада также выложена в стиле коми-зырянских узоров. В Междуреченской Кемеровской области 10 октября после реконструкции открылась набережная. Все работы по планированию и реализации проекта вела администрация Междуреченского городского округа. Благоустроено 2,7 километра дамбы. Впервые здесь уложен асфальт, выполнено освещение, обустроены две смотровые площадки на реку Ууса, установлены скамейки. К реке ведут удобные лестничные марши. Для маломобильных горожан предусмотрены пандусы. На прилегающей территории появились авто и велопарковки, детские и спортивные площадки. Открыта первая в городе площадка для выгула собак. Семь парков благоустроили в Подмосковье. В Московской области завершили благоустройство семи парков. На 2019 год запланировано благоустройство еще 10, говорится в сообщении Министерства благоустройства Московской области. Уже благоустроили парки Заречная в Балашихе, 200 лет Егорьевску в Егорьевске, Костины в Королеве, фабричный пруд в Риутове, мечта в Наров Аминске и Серебряный в Серебряных прудах. Также был благоустроен городской парк Аширы и сквер в Домодедово. Сквер в Домодедово. На 2019 года также запланировано создание еще двух уникальных парковых территорий и садебного парка Кривякина в Воскресенске и парка Малевича в Одинцове. В Подмосковье существует единый парковый стандарт. В этом году Министерство благоустройства разработало и внесло в него изменения. Новый парковый стандарт даст рекомендации к общему облику парков и к элементам благоустройства в них. В Ворске торжественно открыли еще одну обновленную часть парка строителей. В Ворске 12 октября торжественно открыли обновленную часть парка строителей, вторая очередь. Эту территорию благоустраивают уже второй год подряд в рамках федеральной программы по созданию комфортной городской среды. Ежегодно на эти цели направляется порядка 50 миллионов рублей. В этом году строители работали на пляжной зоне, а также обустраивали спортивные и пешеходные дорожки в дальней части парка, две спортивные площадки для молодежи, костровую площадку для выпускников. Кроме того, появилось и место для молодоженов. Хотя еще до открытия она начала пользоваться популярностью у всех слоев населения. Там разместилась белоснежная ротонда, балкон с балюстрадой над водой, арт-объекты «Любовь», «Семья и сердце». В Волгоградских селах открываются новые парки. В селах Заплавном Ленинского района и Абганерово Волгоградской области открылись новые парки. В Заплавном в центре парка построена эстрадная площадка, на которой в теплое время года планируют проводить культурные мероприятия. Пешеходные дорожки вымощены тротуарной плиткой, установлены скамейки и малые архитектурные формы. По нацпроекту в районе в этом году удалось благоустроить четыре общественные территории. Помимо Заплавного новые парки появились в Бахтияровском и Маякском сельских поселениях. В райцентре приводится в порядок сквер «Надежда». В Абганерово новая парковая зона примыкает непосредственно к сельскому дому культуры. Центральная ее частью дорожки вымощены брусчаткой, уложен и уже укоренился ленточный газон, установлены садовые скамейки и урны, отремонтирована и вписана в ансамбль летняя сцена времен советского периода, проведены освещение и полив. Новый парк открыли в Краснодарской станице. Зеленую зону благоустроили в станице Ловлинской. Парк открылся 19 октября. Площадь парка составляет 5,7 тысячи кВ. М. В нем установили детскую игровую и спортивную площадки, беседку для отдыха, лавочки. Кроме того, высадили 116 деревьев и 40 кустарников. В Воротынске Калужской области отрылся новый парк. 17 октября в Воротынске открылся парк на месте заброшенного карьера. Его открыли в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Местные власти приняли решение о создании единого благоустроенного общественного пространства. В этом году завершился первый этап строительства парка, в планах на будущее его дальнейшее развитие и благоустройство. В перспективе парк соединится со спортивной школой и будет продолжен до конца пустыря. Здесь появится крытая сцена, место для народных гуляний, спортивные и игровые комплексы. На сегодняшний день в парке уже установлены фонари, скамейки, урны, фонтан, детский городок. Ему планируют присвоить имя князя Воротынского. В настоящее время в Калужской области завершены работы по 210 дворовым и 84 общественным территориям. Всего в планах на 2019 год благоустроить 215 дворов и 92 общественных пространства. Камень-Наби меняется. Камень-Наби город в Алтайском крае. Со своими проблемами и болячками. В следующем году исполнится 105 лет с момента, как Камень-Наби обрел статус города. На самом деле этот населенный пункт гораздо старше. Ему 268 лет. В последние годы небольшой городок заметно преобразился благодаря федеральным и краевым программам. Начало преображаться Набережной Аби. Два прошлых сезона обновлялось ее преддверие Верхняя площадь и спуск к главной достопримечательности Камня. В этом году приступили непосредственно к прибрежной ее части. На отрезке между улицами Пушкина и Титова привели в надлежащий порядок участок сквера, заложенного еще в начале 1980-х. Кустарники здесь состарились, превратились в густые заросли. Территория стала неухоженной, неопрятной. Никто по ее потерявшимся дорожкам давно не гулял. В огромных кустах сиротливо спрятался красавица Якорь-памятник в честь 70-летия присвоения камню Наби статуса города. Унылая картина требовала перемен. И они пришли. Теперь здесь светло и красиво. Старое насаждение убрали, выслали тротуарной плиткой площадки и дорожки, оформили газоны, засеяли их травой. Всю территорию по периметру озеленили деревцами и елочками. Работы выполняли каменские организации, качественно, с гарантией на пять лет. Металлические конструкции для малых архитектурных форм, лавочек, фонарей, урн, по традиции изготовил Каменский металлозавод в том же стиле, в котором ранее оформлялись другие общественные территории по данной программе. Это предприятие сделало очередной подарок своему городу ограждение из ажурного лития и металлическую табличку на якорь-памятник, ставший теперь центром всего комплекса. В 2018 году в городе благоустроили четыре общественные территории и пять дворовых, на что ушло около 23 миллионов рублей. В текущем году каменцы обновили одну общественную территорию и шесть придомовых. В целом в 2019 году на благоустройство города в рамках нацпроекта было потрачено порядка 13 миллионов. Такую же сумму муниципалитет планирует освоить и в следующем году. В Архангельске завершено благоустройство десять дворовых территорий и парка. Сегодня работы завершены в десяти дворах города, а на днях в эксплуатацию принят майский парк «Общественная территория», выбранная для благоустройства в этом году горожанами по итогам рейтингового голосования. Всего на реализацию проекта в Архангельске в 2019 году было выделено 135 миллионов рублей. В следующем году в областном центре планируется благоустроить 14 дворовых и 9 общественных территорий. Обзор подготовлен совместно с humanrs.https colon slash slash mozreg.ru slash sobitya slash novosti slash minabrezavania slash eventivka slash skvripeshekhodnuzonu blagströjli vietcentre eventivki https colon slash slash www.terc.ru slash news slash 2 0 1 9 1 0 1 8 slash street slash https colon slash slash year to 24 dot true slash novost slash ad equals 1 7 7 6 8 and sort equals st https colon slash slash www.cityend.ru slash view slash 4 3 0 1 1 0 1 0 0 1 html https colon slash slash riamo dot true slash article slash 3 8 7 5 6 1 slash 視聴 unknown 6 3 5 3 2 5 slash https colon slash slash react34.ru slash news slash 1 0 8 0 5 2 слеж http colon slash slash www.pvesti.ru slash 2 слеж vnomir slash vabgonrovo at creatnoviagepark.html https colon slash slash 23 новости ru slash новости slash cravinovosti slash 7 434 vietbiliskamrojoneblagstroiliselskidjpark.http colon slash slash www.vestnews.ru slash news slash 136 623 http colon slash slash kmenry.ru slash components slash content slash article slash 13 all slash 5564 2019 10 10 11 48 54 html https colon slash slash proacti.ru slash node slash 108 852